Для того, чтобы нам сделать пособие с заплатками, нам нужно сделать вот эту картинку, которая у нас вот здесь. Нам нужно, чтобы этих картинок было 2. Для чего? Первая картинка, она останется у нас нетронутой, то есть как образец. А из второй картинки мы с вами будем как раз убирать вот эти фрагменты разные. Для того, чтобы картинку, то есть изображение дважды сделать, в фотошопе можно это сделать двумя способами. Первый способ самый простой. Мы с вами находимся вот в правом рабочем поле, значит у нас, то есть мы вот здесь вот можем эту операцию не увидеть совсем, а вот здесь мы как раз ее увидим. Мы берем, вот видите, ручка появилась, тянем ее к листочку и вуаля, у нас получилось два изображения. Одно называется «Копировать», другое вот оригинальное название. Так, давайте еще раз. Я вот это вот опять нажала ручкой и нажму на клавишу «Делет». Оно удалилось. Еще раз беру, тяну. Чем хорош этот способ? У нас одна картинка четко лежит под второй. Так, это мы будем редактировать, назовем ее. Второй способ подойдет, когда вы будете делать карточки, например, да, когда можно будет перетаскивать элементы. Сейчас я должна сама вспомнить, как я это делала. Так, я сжимаю на кнопочку «Альт». Так, давайте все, да, расслабились. Значит, редактировать мы не будем. Давайте вот эту вот основную 827. Редактировать мы ее спрячем, ее не будет видно. Вот еще, да, кнопочки «Глазик». Видите, нарисованную. Взяла, спрятала. Но тут этого не видно. Потом вы увидите, что этого нет. Значит, 827. Вот у нас, да, карточка. Я хочу ее сделать вторую копию. Я подвожу, значит, стрелочку. Видите, она черненькая, да? Нажимаю клавишу «Альт». Видите, под черной стрелочкой сразу появилась беленькая, да? Я беру и вытаскиваю. И у нас, смотрите, вот еще одна появилась. У нас три теперь картинки. Вот единственное, что мне не нравится в этом способе, то есть не всегда можно точно наложить. Так-то, в принципе, никакой разницы нет. У нас все равно получилось два изображения. Но я вот это вот уберу опять. Я нажала мышкой, левой клавишей мышки, и нажму на клавишу «Делет» на клавиатуре. Все. У нас осталось вот две. Одна мы назвали «Редактировать». Как называть? Значит, вот я нажимаю. Еще раз. Ой, что-то не получается. Почти как в «Варде». А, вот. Надо дважды нажать. Вот видите, у меня выделилось название, стало беленьким. И это, да? Ну вот. Напишу «Заплатки». Просто на клавиатуре набрала. Все. Давайте еще раз. Что-то я сама забыла. Дважды нажимаем, да? Мышкой, левой клавишей мышки дважды. И можем хоть как. Заплатки, заплатки два. Как-то-то называть. Вы можете для своего этого. Вот я, например, могу вот это назвать «Основа». Основа. Так. Значит, у нас два изображения. Мы с вами «Основу» нажимаем на глазик, прячем. Для того, чтобы случайно ее не отредактировать. Вот. Нам очень важно вот это, чтобы у нас «Основа» оставалась нетронутая. И заплатку мы уже тоже никуда не двигаем. Так. Сейчас мы с вами перейдем к следующему этапу. Для того, чтобы делать следующий этап, мы должны с вами сделать новый слой. Вот у нас с вами картинка более-менее наполняется. Мы должны с вами сначала решить, какой формы будут у нас заплатки. Ну, обычно вот то пособие, которое я хочу вам показать, как делать, я делаю его с круглыми заплатками. Как-то вот оно так. Больше, чаще так делается. Круглое. Мы с вами подходим к самому интересному. Мы ищем инструмент «Прямоугольник». Находим на вот этой панели. Прямоугольник. Он такой закрашенный. Ой, и так. Прямоугольник, прямоугольник. Что-то я сама стала уже сомневаться. Жму, значит, ага, под этим прямоугольничком. Да, вот я нажала. Видите, вот тут, да? У меня сразу все поменялось вот здесь. Вот давайте я вот нажму вот на это. Это значок «Двигать нашу фигуру» и так далее. Да, тут совсем другие параметры. Когда я жму вот сюда, у меня вылезают совсем другие параметры. Для выполнения этого пособия здесь не важно, заливка какая будет, штрих, какой будет край. Вот край можно сделать ровный, можно сделать такой, можно кружочком, прямоугольничком. И это нам пригодится, когда мы будем с вами учиться делать штриховку. Да, пока мы оставляем прямое. Нам это сейчас не важно. В другом месте. Кликнули немножко и все, ничего страшного. Так, под прямоугольничком мы хотели же круг сделать, да? Вы скажете, да? А сейчас мы все это сделаем. Значит, смотрите. Вот у нас тут вот есть такой треугольничек уголочком. Вот мы на него пытаемся попасть с вами. Вот. Так, неправильно вам говорю. Значит, мы навели на прямоугольник. А теперь у нас работает правая кнопка мышки. Жмем. И у нас, посмотрите, есть прямоугольник. Прямоугольник с круглёнными краями. Углаем очень хорошая штука для карточек. Когда я его тут нашла, это мой самый любимый, конечно. Моя самая любимая фигура. Прямоугольник с круглёнными краями. Инструмент эллипс. Инструмент многоугольник. Инструмент линия. И инструмент произвольная фигура. Тоже очень хороший инструмент. Видите, тут такая кляксочка. Видели, наверное, в пособиях такие кляксы. Мы сейчас будем с вами работать с инструментом эллипс. Инструмент эллипс. Вы посмотрите внимательно. Он у нас овальный. То есть у нас здесь нет инструмента даже квадрат. Тут прямоугольник. И нет инструмента круг. Есть инструмент эллипс. Но у нас есть очень хороший... Так, мы сейчас перейдём к инструменту эллипс. Значит, чтобы выбрать, поменять. Видите, тут квадратик стоит около инструмента прямоугольника. Это, значит, активный. Если вот её сюда, видите, оно поменяется на закруглённый прямоугольник. Так, опять правой кнопкой мыши инструмент эллипс. Вот мы выбрали. Для того, чтобы нам сделать... Вот если мы сейчас начнём рисовать, у нас получится эллипс. У нас есть волшебная кнопка. Сейчас я этот эллипс уберу. Он мне не нужен. И открою новый. У нас есть кнопка shift. Вот видите, вот у нас вот здесь как такая прицел. Нажимаем на кнопку shift. Берём и нажимаем на левую кнопку мыши. И делаем круг, какой нам нужен. Вот этот, наверное, большеватый будет. Вот нормально. Вы не пугайтесь, что он такой чёрный. И как бы это... У нас есть... Мы жмём на эллипс. И опять же мышками... Ой, клавиши... Так. Для того, чтобы нам двигать, начать, да, с эллипса нам надо перейти вот на эту, на стрелочку. Она у нас двигает. Всё. Вот видите, показались сразу элементы управления. Мы можем с вами двигать вверх-вниз, а можем просто двигать по экрану. По экрану не очень красиво получается. Вот мы сделали вот такой вот кружочек. Так. Дальше будем учиться опять продолжать копировать такие кружочки. Сейчас запись я на время прерву. И мы с вами продолжим.